всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду солнце лето жара надо готовить мясо на углях сегодня захотелось сделать свиные ребра такие знаете острые копченые пряные яркие нежные очень держит хочется за дело вы смотрите какие миссис ты отхватил вот это вот сами ребрышки а вот этот слой мяса на них а ну супер же просто супер для начала надо составить смесь для маринования в дело пойдет собственно морская соль напоминаю что само слово мариновать делось от латинского маринара то есть выдерживание в морской воде но у меня сегодня сухой маринад и небольшое дополнение о нем позже к соли добавляю коричневый сахар конечно очень коричневый но все-таки достаточно ароматный здесь у меня сухой чеснок чили перец хлопьями и лук сухой а вот здесь вот это вот троица красная копченая паприка зира она же кумин и немного корицы все перемешать отлично так а с ребер надо снять мембрану ну вы знаете вот так вот а теперь полотенцем бумажным и то же самое со второй лентой отлично натираю смесью хотя сначала лучше все-таки то самое обещанное небольшое дополнение я хочу вогнать в ребра немного соевого соуса нет с медицинским долго черекаться буду возьму для мяса большой вот это другое дело это и сочности добавит и ускорит просаливание соус соленый вот так вот между ребрами иглу загоняю отлично а теперь можно натирать сначала немного растительного масла а теперь смесь и массируем конечно все хорошенько так ребра конечно жирные но этот жир на поверхность выступит еще не скоро им же надо хотя бы часок полежать пробариноваться перед отправкой в коптильню а большинство ароматических веществ жирорастворимы так что добавить немного масла я всего лишь добиваюсь равномерного распределения всей вкус ароматики по ребрам отложу пока и накрою все пусть лежат маринуется отлично на улице уже 28 через полчасика и до 30 температура поднимется так что часа им вполне хватит если у вас попрохладнее ну помаринуйте часть к 1,5-2 это между кусками рядом с ними это первый это второй кусок под самой крышкой пока еще не поднялась процесс копчения пойдет при относительно низкой температуре он еще не начинался если щепу сразу на угле бросить она быстро даст очень такое большое количество дыма потом сгорит а мне надо то же самое количество дыма получить но чтобы этот дым шов коптильни и гораздо более длительное время поэтому щепу в фольгу и пробить несколько отверстий и на угле это у меня щепа от бочек из-под виски она дает такой хороший ароматный дым всего время копчения составить это наверное полтора-два часа конечно за это время придется раза два и новый пакетик с щепой добавлять и углей подсыпать отлично мясо подкоптилось жир уже местами выступил само но сверху видите подсохла красота чтобы еще больше добавить аромата добавлю чуть-чуть виски классно не переживайте за алкоголь при нагреве он испарится да и потом даже если бы не испарялся сколько там того виска и добавил на это количество мяса в процентном соотношении кефир или квас и те покрепче будут и обратно в коптильню еще примерно на час теперь углей надо добавить и поднять температуру градусов до 160 ну вот так и и и и и и и и самое время приготовить глазурь лук сюда гранулированного сахар конечно добавить будет коричневого сейчас он начнет плавится вы получатся карамельный вкус такой сейчас закипит и все остальное добавлю теперь вискарика и огоньку чтоб спирт выгорел аромат остался и теперь пряности в устарский соус и бальзамический уксус и наверное еще да белый перец чили хлопьями и табаско наверное да табаско сюда Так, сейчас все не очень густое, но сейчас разбухнет лук и тогда все дело еще сильнее загустеть поэтому надо добавить немного воды Вот так вот Вот так Глазурь горячая, пока остынется, все пряности, все вкусы как раз таки не разойдутся, перемешаются И аккуратно все глазурью смазать И еще минут 15-20 Встретимся за столом Субтитры сделал DimaTorzok Как долго я ждал этого момента Вы не представляете себе Сочный Нежный, яркий, солоноватый И внутри, и снаружи Сладковатый, и внутри, и снаружи Слушайте, просто чудо какое-то Да как Хочется его Как кусок мороженого Ужевать Обалденная штука Еще и запах копчения ощущается Он не сильный, но он присутствует Это классно Ну, конечно, певчанского Просто чудо Слушайте, готовьте такую штуку Это классно Огромное спасибо за компанию За лайки, за дизлайки, за репосты Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok